Приветствую! Поговорим о заявлении Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игоря Лубенца по поводу того, что нужно оставить две категории пригодности к воинской службе «пригоден» и «непригоден» и, соответственно, удалить вот эту промежуточную категорию «ограниченно пригоден». Зачем это делается? Честно говоря, не совсем понимаю и сложно делать какие-то предположения здесь, поскольку мы не видим еще нормативных актов, да, ни проектов, ведь нет, ничего, чтобы понять, как это будет написано и, соответственно, понять, а зачем это. Но однозначно я для себя вот вижу уже некоторые моменты, где могут быть злоупотребления. И, собственно говоря, благодаря этому мне не нравится такое предложение. Вот мне думается, что все-таки нужно оставить вот эту категорию «ограниченно пригоден» и оставить вот так, как есть. Что я имею в виду? Мы с вами знаем, что есть 402-й приказ МОУ. Несмотря на то, что сейчас вышел 490-й приказ, 402-й не отменили. И, собственно говоря, сейчас идет синхронизация их, и мы будем дальше, собственно говоря, ориентироваться на приказ 402-й. И именно поэтому я о нем веду речь. И мы с вами знаем, что в этом приказе есть норма, согласно которой человек, который признан ограниченно пригодным, не может быть пригодным к воинской службе в десантно-штурмовых войсках, плавсоставах и так далее. И что это значит? В контексте как раз защиты прав человека. Как только человек получил вот эту категорию пригодности, да, ограниченно пригоден, это категория пригодности все-таки, да, ключевое слово здесь пригоден. Но, как только мы видим слово обмежено, обмежено придатный, мы сразу понимаем, что есть четкий запрет на призыв человека вот в эти войска, которые там указаны, да. А что будет, если мы сейчас убираем категорию ограниченно пригоден? Мы сразу, по сути, вот это ограничение устраняем, его нет. А где могут быть злоупотребления? Правильно, в оценке, в оценке пригодности к тем или иным родам войск или воинским специальностям. И получается, что тот человек, который сейчас признается ограниченно пригоденным и уже точно не попадет в те виды войск, которые указаны в приказе 402, после того, как будут изменения, ну, если они будут, да, и уберут ограниченную пригодность вот эту, получится, что комиссия может посмотреть и сказать, да, ну, ладно, ну, да, у тебя есть проблемы со здоровьем, но мы же видим, что ты можешь воевать. И неважно, что в старом приказе, по старому приказу мы не могли тебя послать непосредственно в бой, да, а по-новому ты же пригоден, вот этого я очень боюсь. И я всегда, вы знаете, считаю, что нужно убирать вот такие ограничения очень аккуратно, потому что эти ограничения, ну, я имею в виду, какие ограничения, да, вот это правило, что обмеженно придатный, он однозначно непридатный в десантно-штурмовых войсках, морской пехоте и так далее. Почему? Потому что это ограничение возможностей государства. То есть мы, как только понимаем, что человек ограниченно пригоден, мы понимаем, что если вдруг его направят туда, да, там, в десантно-штурмовые войска, мы сможем это обжаловать. И человек может не выполнять такое направление, а когда вот этот запрет уберут, мы останемся, собственно говоря, ни с чем. И в этом смысле мне вообще непонятно, как человек, который имеет статус уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека, вот здесь говорит, что давайте уберем этот статус. Ведь мы же понимаем, что там открывается возможность для злоупотреблений, для нарушений прав человека. Это не значит, что там они прям массовые будут, да, что везде там нарушать будут, нет. Но, безусловно, мы понимаем, что будут, во-первых, где-то ошибки, а где-то, может, и сознательно люди будут идти на это. И вот как раз для того, чтобы не допустить вот этот элемент ошибки, чтобы не допустить сознательное нарушение прав человека, и есть вот такие запобежники, да, вот такие запреты для государства. И эти запреты, естественно, в интересах человека. А уполномоченный по правам человека говорит, надо убрать это ограничение, да. Не знаю, мне вот не совсем понятна позиция. Но буду за этим следить, и как только появится информация, какой-то проект, да, законопроект, либо проект приказа, либо, скорее всего, честно говоря, я думаю, что проектов никаких не будет. Скорее всего, если они решат это сделать, будет сразу внесены изменения снова же в приказ 402, и мы узнаем уже, скорее всего, постфактум, когда они изменятся. И как только это произойдет, обязательно я все-таки сделаю видео по этому поводу и ознакомлю вас с теми изменениями, которые произошли. На этом у меня все. Я вам желаю хороших выходных, желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok